Итак, мы с вами идем дальше. Следующая программа, которую я ставлю после архиватора, это программа Total Commander. Она позволяет в более удобном формате перемещаться по директориям нашего компьютера, по дискам компьютера. Я обычно качаю ее сайта wincmd.ru. Заходим туда. И вот она, последняя версия. Обычно у них выводится вот здесь, в правом сайт-баре наверху. Так, я выбираю скачать Total Commander. Так, здесь выбираю x64-версия и скачиваю ее. Точно так же запускаю и устанавливаю данную программу. Чтобы программа не устанавливалась в корень, я ее установлю в Program Files и в папку Total CMD. Так, путь к файлам настройка можно, в принципе, изменить, но в данном случае я этого делать не буду. Они останутся в папке самой программы. Так, и здесь, где нужно создать ярлыки в пуске и на рабочем столе. Вот я, как правило, ярлыки на рабочем столе никогда не оставляю. Я делаю следующим образом. Я выбираю пункт «Закрепить» на панели задач. Вот он. И у меня ярлык появляется в моей панели задач. Теперь он мне не нужен. Я его отсюда удаляю. И если мне нужно запустить программу, я запускаю ее именно с панели задач. Вот, программа эта платная. В бесплатной версии будет появляться вот такое окошко при запуске. Ну, в принципе, многие даже не покупают, просто при запуске нажимают нужную кнопку и все. Там, как бы, в этом и есть, по сути, оплата. Так, и базовую настройку, которую я делаю в данной программе, сразу покажу. Так, я обязательно ставлю кнопки диска, кнопки диска, точнее, и ставлю, что они должны быть на каждой панели. Так, далее. Здесь я ставлю обязательно вот эту настройку. Так, плюс. Убираю вот эту квадратные скобки вокруг папок. Так, здесь больше я ничего не трогаю. Дальше значки не трогаю. Шрифты я убираю жирный шрифт, оставляю обычный. Так, и здесь тоже самое, оставляю обычный. Так, далее. По цветам оставляю как есть. Вкладки оставляю. Наборы колонок оставляю. Ну, в принципе, потом их можно изменить. Но в данном случае оставим как есть. Так, и вот на вкладке основных операций я делаю следующее. Так, так вот. При смене диска всегда переходить в корень. Это очень удобно. Так, далее. Выделение мышью левой кнопкой, как принято, Windows. Так, плюс. В принципе, все. Здесь больше я ничего не делаю. Дальше. Правка, просмотр. Пока оставляем как есть. Операции с файлами как есть. Так, быстрый поиск. Я обычно ставлю только букву. Чтобы можно было внутри определенной директории быстро найти нужный файл. Просто нажимаем первую букву в названии этого файла. Он на него как бы перекидывает. Так, и больше, в принципе... А, ну вот здесь вот. На вкладке разные я обычно выбираю, чтобы он постоянно не предупреждал меня о том, что я пытаюсь там перезаписать не пустой каталог, удалить не пустой каталог и так далее. Но это больше для неопытных пользователей, которые могут случайно там удалить или перезаписать какую-то директорию. Вот, если вы опытный пользователь, то такие оповещения они постоянно напрягают. Так, применить. Окей. Все. Теперь вот я могу, соответственно, пользоваться данной программой. И, допустим, здесь открыть диск D, здесь открыть диск C. Отсюда копировать сюда. Вот, ну, в общем, здесь очень много возможностей. В рамках данного видео, естественно, я их разбирать не буду, потому что здесь впору писать целый курс. К этой программе есть огромное количество плагинов, которые расширяют ее функции. Здесь же вы можете вытащить вот сюда на панель ярлыки тех программ, с которыми вы часто работаете. То есть банально вот заходим в Program Files, выбираем программу, допустим, тот же KeyPass, и вот таким образом просто сюда перетаскиваем. Теперь, если я нажму данный ярлык, у меня запустится данная программа. Вот, также можно удалить ненужные ярлыки, которые вот здесь вот спрятаны, и, допустим, вы ими не пользуетесь, их можно отсюда спокойно удалять. Вот, то есть программа очень удобная, особенно если вы к ней привыкнете, то вы обратно уже на вот простой проводник вернуться не сможете. Просто потому что здесь намного удобнее, намного понятнее, быстрее, и все действия, которые нужно выполнять, вот они, правка, копирование, перемещение, они доступны также по горячим клавишам. То есть нужно мне удалить какой-то файл. Я могу нажать просто клавишу F8, он у меня удалится. Так, ну вот какой файл удалить сейчас вот на рабочий стол. Попробую выйти. Чтобы быстро на рабочий стол выйти, достаточно два слэша и на Enter. Вот у нас рабочий стол. Допустим, мне вот этот ярлык не нужен, нажимаю F8, все, он у меня удалился. Допустим, мне нужно вот этот ярлык переместить на диск C, нажимаю F6. Да, все, вот он у меня сейчас будет перемещен на диск C. Все. В общем, если вы привыкнете работать с этой программой, то вы ускорите свою производительность при работе со своим компьютером. На этом здесь все. Жду вас в следующем видео, где продолжим установку программ.